Вы очень маленький левел и никогда не отбивались от волн Хаммермана, но очень этого хотели? Вы имеете всего лишь 6, 8, 10 левел штаба и не знаете, что же такое выдержать атаки Хаммермана? Вы просто физически не можете насобирать ресурсы для того, чтобы построить эту оружейную лабораторию и вызвать лейтенанта Хаммермана? Не беда. После обновления, после того, как разработчики ввели варшипсы, что-то поменялось, что-то багнулось в игре, и теперь этот Хаммерман нападает по полнедельникам абсолютно на все базы. Ну, то есть, если вы хотя бы немножко развились, если хотя бы немножко открыли карты, Хаммерман на вас будет сейчас нападать. И не надо теперь строить оружейную лабораторию, не надо теперь ждать, чтобы появился у вас 15-й левел штаба, совершенно не надо. Хаммерман на вас будет нападать, но так ли вы будете рады его видеть? Сможете ли вы отбиться от всех 7 волн этого Хаммермана, когда вы имеете 29-й, 30-й левел? Но на самом деле, будете ли вы рады этому Хаммерману, когда он имеет просто охеретительную армию, а вы не имеете ни черта на своем 29-м, 30-м левеле? Сегодня в данном видосе посмотрим очередной баг от разработчиков, попробуем отбиться на малюсеньком левеле от лейтенанта Хаммермана. Когда так было заведено в Бумбич, что вы начинаете отбиваться от лейтенанта Хаммермана, как только получаете 15-й левел штаба, открываете оружейную лабораторию, и только тогда, по понедельникам, он начинает приплывать и нападать на вашу базу. Ну, всегда так было, реально очень долго так было. И что сейчас мы имеем? Имеем лейтенанта Хаммермана на 30-м левеле. То есть, совершенно не 15-й левел штаба, левел штаба сейчас 12-й на данном аккаунте. Оружейная лаборатория? Какая оружейная лаборатория? Оружейная лаборатория появится только на 15-м левеле штаба. То есть, все сместилось, все сдвинулось. И скажите мне, как на этом аккаунте отбиться от лейтенанта Хаммермана? Я, для примера, приведу свой максимальный левел аккаунта и попробую на своем максимальном левеле отбиться от первой волны. Ну, чтобы вы просто прикидывали разницу, как на максимальном левеле отбиваться от лейтенанта Хаммермана и как на минимальном левеле, даже когда вы даже физически не должны были его иметь, этого лейтенанта Хаммермана, как насколько трудно отбиться. И вы, походу, не рады будете, что лейтенант Хаммерман к вам приплыл, Потому что вы потратите кучу нервов, потратите кучу золота и ничего в конечном счете не получите. Потому что, например, за отбитие первой волны вы получаете одну детальку, которая вам никуда не идет, потому что у вас на данный момент нет оружейной лаборатории. Я не знаю, она вообще сохранится в дальнейшем или это просто шик. И получите один Intel. Но один Intel получить на реальной карте гораздо проще, чем отбиться от этой волны. Хорошо, давайте перейдем на мой максимальный аккаунт и попробуем отбиться. Да, ладно, окей, минус один пулеметик, один пулеметик из всех моих защитных сооружений. Ну да, ладно, окей, минус два пулеметика по итогу из всей моей базы. Это вот все, на что волна была способна, на что была способна первая волна, это всего лишь снести у меня два пулеметика на моей базе. Они даже с берега не выехали, они как были на берегу, на этом песчаном берегу, так и осталось. Давайте сейчас перейдем на аккаунт 30-го левела, где вообще априори не должен был появиться этот лейтенант Хаммерман. Давайте попробуем здесь отбиться, посмотрим, что здесь, это точно такая же волна, вот просто один в один такая же волна. Точно такие же танки, точно такие же солдатики, точно такие же базуки, эти торы, все точно так же. И сейчас смотрим, как эта волна сносит. Бэм, бэм, бэм. Просто, просто ноль. Мало того, что он с канонерки снес единственную пушку бум, которая хотя бы, хоть как-то могла навредить танкам. То есть, все танки живы, живы базуки, живы солдатики. Какого черта? И что, вот, и что мелкий аккаунт сейчас делает? Да, вы, возможно, рады. Вау, новое событие появилось, но по факту, у вас больше, больше нервов сгорит, больше золота. Вы потратите, пытаясь что-то сделать с этой волной, и по факту, вы ничего полезного не получите. Вы просто даже тупо не отобьетесь от этой волны. Это реально просто тупо нереально, когда у вас нет депа. Ладно, когда вы еще дорастете до 15-го левела штаба, возможно, тогда у вас хотя бы немножко защитных сооружений станет больше. И вы хотя бы немножко больше... И у вас хотя бы немножко больше повысится процент того, что вы хотя бы от первой. Я не говорю, что от двух, от трех, от пяти, от семи волн отобьете. Хотя бы от первой волны, когда вы дорастете до 15-го штаба, за счет этого у вас хоть немножко деф вырастет. Ну, а сейчас, на данный момент, вы видели это катастрофическое поражение. Ну, вот, собственно, такой баг, я так понимаю, он появился у многих. Возможно, он появился, этот лейтенант Хаммерман, когда вы открыли именно Кавана. Доктор Кавана, возможно, из-за этого баг пошел, или из-за чего-то другого. Ну, короче, на данный момент лейтенант Хаммерман есть. Вы можете потыкаться, вы можете потыкаться, даже не имея 15-го левела штаба. Но, по факту, просто тупо пшик. На самом деле, это просто тупо пшик. Ну, вот, собственно, очередной баг для взрывания пуканов. Потому что иначе все эти баги, которые выходили после Варшипса, назвать как взрыванием пуканов я не могу. Если вам видос понравился, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну, а с вами был Андрей Вар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok